ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Считаешь, что так, чтобы не попал никто с такой жестким правилом НТР? А? Ключило, что мамин гонился или он... Все равно ключило, что как бы большинство меж 6-й сегодня сработало, да, и отступать уже вообще некуда было. Поэтому так, конечно, и возвращение лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Победа в основном от ЛГОТ. Ни в коем случае, да? ВЗА ОСТАНОВЛЯЛСКИ, мы все знаем, видим турнир на турлице. Все люди перемотаны в восходе. Насколько жестче играется в НХЛ или, в принципе, в ЦИСКА то же самое-то? Нормально это хоккей, да, в принципе, везде и... Везде много льда, поэтому ты просто перенадуешься. Баган, ты специально Майерса отловливал? Просто так высоко поднялся в стрессу? Ни, а там надо было все равно двигаться. И если есть шанс провести силой прием, надо было проводить. Нас надо было как бы мстить там за небольшую стычку. Больше было весело и интересно эта поездка? Или все-таки осталось неделю от собой отнимать? Не тяжело как-то оценивать, да, потому что, ну, я с опытом только 8 игр сыграл, конечно. Не дискомфорт, да, когда там 4, вошел в сезон, потом 4 дня перерыва, поездка, сейчас опять у нас там 4 дня перерыва. С другой стороны, нужно искать плюсы и есть время тренироваться, включить рамы. Согласен с тем, что КХЛ, кстати, пожестче календарь, потому что там вообще играют через день постоянно, люди с ума сходят. Как тяжелее или... Тяжело пока оценивать, потому что там сезон пройдет, можно будет говорить, сейчас пока, не знаю, здесь игры через день, там тоже бывает, и бывают back-to-back игры, здесь меньше тренируется, все, что есть на игру. Со стороны, когда ты смотришь, у нас же был такой же недавно совсем, Лояш, у КХЛ играли ЦСК-СК в Вене, тебе было интересно читать, смотреть хайлайты, что-то о том, как ты едешь? У меня хайлайтами проблема, кстати, КХЛ не работает. А, не Лоя, да? Да, и там через, включается через программу, да, VPN, и она такая медленно, и нужно там очень долго ждать, чтобы загружался в инстаграме сверху, или там, если ребят прям скинуть видео, то тогда смотрю. Мне кажется, тоже это как бы хороший шаг, я там не был в Вене, да, не знаю, насколько красиво там все это было, но почему нет, только все прекрасно было для развития хоккея. Получается, просто знаешь, визитка к ХЛ, там 9-0 и 7-0, грохнули бедный Слоун, здесь вот была классная конкурентная борьба в двух матчах, то есть, две такие стороны хоккея, как думаешь, что тебе лично интересно было в 9-0 смотреть вот эти, как болельщик? Ну, сейчас ты видишь стороны? Ну, а 9-0 голуб, я с удовольствием посмотрел, единственное, ну, тут, что понимаешь, как бы Слоун, Слоун, и этот, понятно, что команда не самая сильная, и выбрали, и выбрали там Sky и CSKA, да, поехал, поэтому, ну, конечно, не 9-0, но результат был пронизирован, много говорят про Баркова, но так, для чего все-таки Тадонов, кажется. Не, я не знаю, ну, это ваш взгляд, у нас каждый игрок важен, и, как вчера говорил уже, Саша, это, ну, лидер команды, да, и он своим примером показывает, он делает очень много незаметной оборонительной работы, да, и все, что начинается, это начинается с него все атаки. Ну, мы просто больше к тому, что Тадонов очень ярко нападение, он мог здесь, около 6-7, спокойно, за матч. Ну, я согласен с вами, Ильи. Last question, guys. Тебе, наверное, трудно сравнивать, но все-таки как меняется раздевалка с присутствием в улангу или отсутствием? Ну, сами, я думаю, все понимаете, да, но это очень важный человек, да, для нас важная поддержка. Сегодня вышли в игру, значит, все правильно. Спасибо, большое, удачи и новых побед. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!